Здравствуйте, меня зовут Ястропов Сергей, сегодня мы разбираем задачу номер 6 сайта VATCODE ZIGZAG Conversion. Нам дана строка S, содержащая в себе символы и также количество строк. Мы представляем, что у нас символы строки S идут в таком вега-образном порядке, в количестве строк, сколько нам верено вторым параметрам, и наша задача, соответственно, проитерироваться по строкам. То есть, допустим, у нас была вот такая строка, нам передано количество строк 3, мы представляем, что они идут, соответственно, символы вот так, последовательно, зигзагом, и наша задача проитерироваться по строкам, чтобы мы вернули вот результат вот в таком порядке. Первым делом попробуем решение с помощью сортировки по строкам. Для этого первым делом мы проверяем, что если у нас количество строк равняется 1, то мы можем просто вернуть S, поскольку у нас все символы идут в ряд. Если нет, то мы должны создать массив ROVS, который будет, собственно, содержать в себе символы из каждой строки. Для этого мы делаем, соответственно, массив из строки умножить на минимум из количества строк и, соответственно, LEN от S. В принципе, можно просто создать его равному количеству строк. Это не критично. Далее мы, соответственно, создаем указатель текущей строки. ROV равняется 0. И создаем, соответственно, указатель, который нам будет говорить, в какую сторону мы движемся. То есть мы идем по строке вниз, либо мы поднимаемся вверх. Для этого мы, соответственно, создаем... ROV down равняется false. После этого мы итерюрируемся по символам в строке. Исфаиваем в строке под текущим индексом текущий символ. После этого, если, соответственно, у нас индекс равняется 0, либо у нас индекс равняется количеству строк минус 1, то мы должны направление движения изменить. Равняется not good. То есть теперь мы движемся вниз. Соответственно, как только мы достигаем последнего символа вот этого условия, мы меняем направление движения, мы начинаем двигаться вверх. Как только мы достигаем самого верхнего символа, это вот это вот условие, мы опять меняем направление, идем вниз и так далее. И последнее, соответственно, что мы делаем? Мы инкрементируем текущий номер строки на основании... Ну, исходя из того, в каком значении у нас стоит указатель, идем мы вниз, либо вверх. То есть если у нас стоит он going down true, то мы идем вниз, мы инкрементим. Если, соответственно, у нас стоит false, то мы декрементим. Вот. После этого, соответственно, просто так мы прочтите разбили на все строки, мы ставим переменную result. И дальше, соответственно, нам надо проектировать по нашим временным строкам, которые мы делали, и собрать их вместе. И делаем результат. Результат плюс равно. После этого мы возвращаем результат. Пробуем отправить. В данном случае сработало, и отправим полностью. Вот, в принципе, довольно неплохо и по времени, и по памяти. Можем сделать некоторую оптимизацию, чтобы здесь не делать строки, а, допустим, сделать только join от наших строк. Делать вот так. Тоже прочее это дело отправить. Ну, стало чуть хуже. Также можем, например, здесь поменять, чтобы у нас здесь было не объединение строк, не добавление символа, а тоже здесь делать временные массивы, и там делать append. Ну, какие-то еще мелкие оптимизации. Но, в целом, решение данное является более-менее неплохим. Сложность по времени будет o от n, поскольку мы итерируемся по всем силам строки. Плюс еще тратим какое-то время на введение строк. И, в принципе, можно сказать, что это будет o от длины строки, плюс, соответственно, сколько у нас строк всего. По памяти у нас будет o от n, поскольку нам нужно сохранить в отдельной строке разбивку по каждой строке. Но, в принципе, это является более-менее приемлемым. В этом решении мы попробуем еще и другой подход. Мы создаем сразу наш переменный result, который будет являться просто по второй строке. Сохраняем, соответственно, длину строки переменную n и создаем переменную cycle n, то есть длину цикла. Сейчас объясню, что это такое. Это количество. Минус 2. То есть, грубо говоря, сколько у нас будет элементов в полном цикле. В данном случае это будет p, a, y, p и a. Для этого мы умножаем на количество... умножаем количество строк, которое нам нужно на 2 и минус 2. Далее мы будем итерироваться i in range от количества строк. То есть мы будем итерироваться вот так вот, в три строки. И после этого, соответственно, мы делаем вторую итерацию, которая будет 4g in range от 0 до n минус i. И в данном случае в качестве шага у нас будет длина цикла. То есть, грубо говоря, сперва у нас будет итерация по нулевому циклу и будет равняться 0. И мы будем итерировать p, a, h, n. Дальше, соответственно, у нас будет вот эта строка и вот эта строка. То есть данный цикл будет всего для примера, который у нас в описании, проходить по трем элементам. И здесь у нас будет несколько хитрая итерация, чтобы у нас пропускать какие-то символы. Далее, собственно, брать эти символы. То есть, чтобы у нас смещение на то, какой символ в расходной строке, грубо говоря, у нас смотрим, было правильное. Мы считаем длину вот этого цикла. Далее, собственно, внутри двух циклов мы делаем наш результат. Плюс равно s от g плюс i. И дальше надо проверить вот такую-то вещь. Если у нас, соответственно, и не равно нулю, и не равно количеству строк минус один, то есть, что это у нас не первая строка и не последняя строка, и при этом, соответственно, g плюс длина нашего цикла минус i меньше n, то мы должны к result еще добавить s от g плюс длина цикла минус i. И после этого мы делаем вернуть, возвращаем result. То есть, вот данная проверка нужна для того, чтобы мы не пропустили вот эти символы. Ну и плюс, допустим, если у нас здесь было бы не три строки, а больше, то есть, чтобы мы не пропустили эти символы, которые у нас находятся между вот этими вот циклезодоргообразными столбцами, грубо говоря. Давайте пробуем это отправить. Все хорошо, отправляем полностью. Можно также оптимизировать, чтобы результат у нас был, соответственно, не строковая, допустим, мотивом. Делал здесь не присвоение, а append здесь, соответственно, здесь тоже делаем append, и здесь мы делаем join. Отправляем. Ну, чуть лучше. Вот. В данном случае, словно, по времени у нас тоже будет o от n, несмотря на то, что у нас здесь два ложных цикла, мы, по сути, тоже проходимся только по каждому элементу строки, и по памяти мы сохраняем в данном случае только дополнительную память под результат, посчитать как o от n, поскольку мы все равно копируем, грубо говоря, все символы, которые у нас есть в строке, в наших результатах. Ну, в данном случае словно по времени у памяти будет так же, как в результате, который у нас был до этого. Давайте еще раз вернемся к первому решению и попробуем написать его чуть оптимально. Для этого мы будем проверять, что есть у нас количество строк или эти единицы, либо количество строк больше или равно длине нашей строки, то мы, соответственно, можем вернуть просто строку. Если нет, то также мы создаем, соответственно, rows — это массив из строк, который будет умножить на количество строк, создаем также row index, который будет равен нулю, создаем direction, то есть направление, в котором будем оперироваться либо вниз, либо вверх под строком, и создаем, соответственно, указатель, это... А, и декрементим количество строк на единицу. Сейчас поймем, почему. Дальше, соответственно, мы итерируемся и s in enumerate от s, чтобы одновременно у нас был и индекс, и текущий символ. После этого, так же, как у нас было до этого, мы берем, соответственно, в текущую строчку, добавляем символ, и дальше у нас чуть меняется проверка. Мы берем индекс текущего символа, модулю от количества строк, если он у нас, соответственно, равен нулю, то нам надо изменить направление. Для этого мы просто будем direction брать, равняется, уносим на индекс и ниц. И после этого, соответственно, мы нашу... Индекс нашей строки также либо инкрементим, либо декрементим, просто на direction. Здесь мы, соответственно, возвращаем просто join от наших строк. Пронсеттел отправить и отправим полностью. В данном случае у нас решение, в принципе, получилось быстрее, даже чуть по памяти выиграли. По сложности и по памяти то же самое, что в предыдущих решениях. Единственное, что по коду у нас есть пара оптимизаций, это касательно direction, касательно того, что у нас здесь нету if, мы просто либо инкрементим, либо декрементим. И в конце, вместо того, чтобы отдельно сохранить результат, так же, как мы делали оптимизацию для этого, просто делаем join от всех строк. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии, особенно если у вас есть более удачные решения на данной задаче. А также подписываться на наш канал, чтобы не пропустить дальнейшие разборы задач сайта loadcode и разборы по системному дизайну.